Сотрудники полиции совместно с представителями МЧС администрации регулярно проводят рейдовые мероприятия по профилактике пожаров с целью недопущения возникновения распространения возгораний. Стражи порядка инспектируют частные секторы садовое общество, расположенные на территории Саяноземинского региона. Силовики проводят беседы с горожанами по предупреждению пожаров. Как правило, возникающие из-за неосторожного обращения с огнем, раздают специальные памятки с телефонами экстренных служб и напоминают о недопустимости разведения открытого огня и пала сухой травы вблизи строений и в лесной зоне. В связи с наступлением пожароопасного периода в отделе полиции совместно с сотрудниками администрации, сотрудниками пожарного надзора проводятся рейдовые мероприятия по лесным массивам, прилегающим к городу, гаражным кооперативам с целью выявления, пресечения фактов произведения открытого огня гражданами. Правительством Иркутской области с 30 апреля на территории Приангария был введен особый противопожарный режим. Требования режима предусматривают запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ на территории поселений городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Сейчас введен особый противопожарный режим, указан губернатора, так как Иркутская область занимает первое место по пожарам. И с этой целью мы проводим работу. То есть граждане, которые разводят открытый огонь именно на территории города Саянска, привлекаются к административной ответственности, где гражданам выносится далеко не маленький денежный штраф. Человеческая халатность и несоблюдение простых требований пожарной безопасности зачастую приводят к возгораниям. Безответственность лечет за собой не только ущерб, но и уголовную ответственность. По данным сотрудников Саянского отдела полиции, в ходе проведенных рейдовых мероприятий к административной ответственности были привлечены горожане, которые, вопреки ограничениям и запретам, разводят костры и нарушают действующее законодательство. В большинстве случаев виноваты в этом взрослые. Бытует мнение, что все возгорания это шалости, так скажем, подростков, либо малолетних детей. Но, как показали рейдовые мероприятия, увы, это не так. То есть все выявленные факты нами, а их у нас уже около пяти, это все разводят взрослые люди. То есть беспечно относясь в присутствии детей, занимаются изготовлением шашлыков, разжигают костры. Не так были давно замечены граждане взрослые при разведении открытого огня в районе за третьим микрорайоном, где у нас есть прилегающие водоемы, а также в гаражных кооперативах. В рамках оперативно-профилактического мероприятия дача участковую полномоченной полиции совместно с другими подразделениями правоохранительного ведомства, добровольцами и сотрудниками МЧС проверили ряд дачных кооперативов и напомнили саянцам, что на территории всего Приангаре действует особый противопожарный режим. Помимо этого сотрудники полиции совместно с сотрудниками МЧС регулярно проводят рядовые мероприятия и в садоводческих кооперативах, где наши граждане также, пытаясь сжечь прошлогоднюю траву, беспечно относясь к разведению открытого огня, занимаются разжиганием. И у нас масса замечаний к садоводам, конечно, что надо все-таки, это запрещено, во-первых, но если вы там что-то хотите, то есть соблюдайте какие-то меры безопасности. Все-таки были факты уже от возгорания, просто чтобы человек сжигал траву, загорались дома, то есть и получается были, сгорали дома и люди теряли свое имущество. Регулярно полицейские сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях и детских садах, на которых рассказывают школьникам о правилах поведения в лесу и как необходимо действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Также сотрудниками ПДН нашего отдела полиции проводится разъяснительная работа по противопожарной безопасности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, где они доводят детям нашим, что категорически нельзя разжигать костры, то есть открытый огонь не допускать, знать и главное, чтобы они знали не только телефоны МЧС, пожарного надзора, а также телефоны полиции, в случае чего они всегда могут обратиться. Проблемы пожарной безопасности актуальны всегда. К сожалению, возгорания не являются редкостью, несмотря на постоянно совершенствующуюся пожарную технику и оперативно-спасательных подразделений, человеческий фактор по-прежнему играет большую роль. Субтитры подогнал «Симон»